Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Чёрным по белому». Веду её сегодня я, Александр Гурарье. Со мной в студии Равин, доктор Михаил Финкель. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, мы продолжаем серию наших, так сказать, исторических экскурсов. Скажите, ходит такое мнение, что вот та ненависть, которую питают многие представители ислама к евреям, берёт своё начало со времён Мухаммеда. То есть Мухаммед воевал с евреями, которые пытались его лишить власти, и вот отсюда как бы начинаются корни антисемитизма, которые мы сейчас пожинаем, но в первую очередь на Ближнем Востоке. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех наших дорогих телезрителей, и иудеев, и мусульман. Мир вам! Действительно, нам нужно, чтобы понять и разобраться в этом вопросе, вернуться в те далёкие времена. Но до того, как мы будем обсуждать пророка Мухаммеда, мир ему, и взаимоотношения его с еврейскими племенами той территорией, которая сегодня является Саудовской Аравией, то есть Аравийского полуострова, мы должны понять, что там было до того. А до того там были различные царства, и в IV веке огромное государство, Аравийское, под названием Химьяр, принимает иудаизм. Всё царство? Практически всё царство. Началось всё с царя, как обычно, с аристократии и правящих кланов, и дошло до людей, которые были визу. Точно так же, как в истории с хазарским каганатом, повлияли на это еврейские купцы, которые возили товары и в Северную Африку, и в Аравийский полуостров, и из Аравийского полуострова в территорию, которая раньше была, иудеей, и в византийские земли, которые находились там, где сегодня находятся Израиль и Ордания. Еврейские купцы повлияли таким образом, что они приняли иудаизм и отошли от язычества, и на протяжении двух с лишним веков Химьяр был иудейским царством, но состоял Химьяр из арабов, которые до этого были язычниками. Этнические арабы, которые приняли иудаизм. Еврейская составляющая Химьяра была довольно маленькой. И об этом говорят как арабские исторические источники, так и христианские исторические источники, так и наши еврейские источники. То есть, по большому счету, точно так же, как если параллель с Хазарией провести, это было тюркское государство этнически нееврейское, принявшее иудаизм, так и тут у нас было арабское государство мощнейшее, которое стало на определенном этапе контролировать большинство Аравийского полуострова, которое стало иудейским. Потом государство это развалилось и оставило после себя острова иудейских анклавов, которые возникли и были на самых плодородных, самых лучших землях Аравийского полуострова. У них были собственные крепости, у них были собственные гарнизоны, у них была собственная армия. Это были иудейские, мощные иудейские племена. Сегодня многих называют евреями, но если быть честными и смотреть на это честно, то этническими евреями большинство этих иудеев не были. Это были арабы, говорившие на арабском языке, имевшие большинство имен, это были арабские имена, одевавшиеся по арабскому образу одежды и обладавшие арабским менталитетом. В иудаизмах был иудаизм другой. Хочу подчеркнуть, отдаленность от основных центров иудаизма в мире была таковой, что, скорее всего, согласно многим историкам, это не были иудеи в нашем с вами понимании, верившие в Талмуд, в устную часть Торы, которая трактует пятикнижие и письменную Тору. Скорее всего, они были протокараимами, то есть людьми, которые верили в 24 книги Ветхого Завета, но не более того. И вот эти, там были три основных племени, хотя их было больше, три самых больших, они на определенном этапе, когда пророк Мухаммед пришел в Медину, и у него была власть в Медине, у него еще далеко не было власти во всем Аравийском полуострове, он издал то, что сегодня в исторической науке называется Мединская Конституция или Мединское Соглашение. Соглашение, если мы посмотрим на сегодня, оно было абсолютно демократичным, оно было абсолютно равноправным. Если его сформулировать, там было много пунктов, оно было таким. Мы все граждане этих земель, иудеи и мусульмане, давайте вместе быть союзниками. Давайте создадим одну армию, давайте дадим свободу веры. У мусульман будут свои мечети и свои суды, у иудеев будут свои синагоги и свои суды. Каждый будет заниматься своим делом. А христиан там не было в те времена? Там были христиане, их было мало, и они были разбросаны. Две основные силы на момент становления пророка Мухаммеда и ислама, это иудейские вот эти общины, этнических арабов и мусульмане. Дальше в Мединской Конституции был такой пункт, что на случай войны они договариваются объединяться и воевать вместе. Каждый из сторон дает армию. Если кто-то согрешил, кто-то сделал преступление, то зависит от того, кому он принадлежит, те и суды будут его судить. То есть, живи и давай жить другим. К сожалению, одно из колен, иудейских колен, подчеркну, что евреи там не были большинством, они решили скинуть власть пророка Мухаммеда и мусульман и объединились за его спиной с арабскими племенами идолопоклонников. Подчеркну, в то время большинство арабов были идолопоклонниками, поклонялись различным богиням, богам, изваяниям и так далее. И цель их была скинуть зарождающееся исламское первое государство под руководством пророка Мухаммеда и иметь ту ситуацию, которая была до возникновения ислама. И вот они дают, если я не ошибаюсь, 6 тысяч своих солдат, идолопоклонники дают 10 тысяч своих солдат, они их нанимают. Плата была в тот момент годичный урожай фиников. Интересно. Вот такая вот фиников. Да, фиников, да. Может быть, финики были. Типа тех, которые у нас здесь, маджулы или что-то такое. Годичный урожай фиников. Также они послали им провианты, все такое. И начинаются битвы. То есть, если мы будем сегодня честными и посмотрим на эту историю, то мы должны не кривя душой сказать, что вначале один клан, а потом к ним присоединился второй клан иудейских кланов. Правда, я считаю, как и большинство историков, что это были, скорее всего, разновидность сектантов иудаизма. Они действительно предали пророка Мухаммеда, и они действительно начали войну. Результатом этой войны было то, что они проиграли. Дальше есть другая страница, которая не нравится очень многим. Это страница, связанная с наказанием одного из этих колен. Войска пророка Мухаммеда подошли к крепости. 25 дней шла осада. Когда провиант закончился, и ввать было невозможно, осажденным было предложено следующее. Пусть кто-нибудь рассудит, что с вами сейчас делать. Они выбрали того араба, который имел с ними отношение, человек уважаемый, пусть он рассудит. И он рассудил так. Он говорит, что в ваших еврейских книгах что написано? В Торе. В иудейских книгах. Он говорит, что там написано, что когда ты врагов захватываешь, что мужчин, совершеннолетние, которые могут носить оружие, надо убить. Так делал Моисей, так делал Иисус Новин. А женщин и детей нужно взять в рабы. Мы поступим с вами так, как написано в ваших книгах. И дальше, согласно, есть разночтение, что произошло. По некоторым источникам было убито 400 мужчин и совершеннолетних людей. Из этих иудейских колен, а женщины и дети были помилованы. Но я общался до этой передачи с религиозными теологами ислама из России, которым я премного благодарен за ту информацию, которую я подчеркнул о них, ту мудрость, те исторические данные, которые они мне дали. Есть мнение среди арабских историков, что было убито, на самом деле, даже всего 4 человека. Остальных помиловали, несмотря на его жестокий ответ им. То есть есть разночтение. Что было, на самом деле, мы не знаем. Подчеркну, еврейских исторических источников, достоверных, об этих событиях нет вообще. Поэтому мы можем апеллировать только к арабским историческим источникам, которых тоже есть разночтение, и к некоторым христианским, которые дошли до нашего времени с тех времен. И дальше, к сожалению, из-за неправильного поведения вот этих вот протокараимских, в основном состоящих из арабов, принявших иудаизм, колен иудейских, которые были на Садовском полуострове, возникли вот эти неприятные осадок, и возникли те неприятные последствия, которые потом... реализировали Мухаммеда и его последователи, то есть зарождавшиеся новой религии, значит, для ответных действий. Для ответных действий. Но подчеркнул благородство пророка, что, например, одна из его любимейших жен, ее звали София бинт Хуай, она была еврейка или иудейка из этих колен. По исламской традиции она была именно еврейкой, и она была потомком прямым пророка Аарона, брата Моисея. Она стала женой пророка Мухаммеда, одной из любимых его жен, и она похоронена в Медине, в Саудовской Аравии сегодня. Поэтому говорить о том, что пророк Мухаммед, будучи сам семитом, плохо относился к евреям, это будет кривить душой. Это не так. Другое дело, что эти воины, конечно же, были неправильными. Как любое предательство, оно оставляет шрам на душе. Но хочу подчеркнуть еще раз. С евреями, с иудеями нашей таламудической традиции, которые следуют за раввинами нашими, никогда у пророка Мухаммеда не было ни войн, ни разночтений. Нужно подчеркнуть, что пророк Мухаммед очень уважительно относился к евреям, и считал евреев народом книги, монотеистическим народом. И когда мы сегодня говорим о том, что надо подчинить наши взаимоотношения, нужно помнить, что для нас, иудеев, в мечети молиться можно. Это не место идолпоклонства. Что мы уважаем исламскую религию. И мы считаем, многие, и серьезные люди говорят в иудаизме, что пророк Мухаммед, безусловно, был посланцем Всевышнего, который привел больше миллиард людей от идолопоклонства дикого к идее монотеизма, к идее единобожия. И те террористы, которые используют святые книги Ислама, и Коран, и другие книги, и как-то апеллируют к пророку Мухаммеду, оправдывая свое преступление, большая ошибка их считать мусульманами. Эти люди не являются мусульманами. Эти люди являются каферами. Вот в иудаизме у нас есть такое слово кофер, в арабском это слово кафер. То есть это изменники, это люди, которые отступившиеся люди от веры. Они изменяют всему тому, что написано и в книгах ислама, и в любых других книгах других религий, если они идут путем терроризма. Потому что настоящий верующий человек должен идти путем благородства, даже когда он воин, даже когда он на войне, а не путем терроризма. Поэтому терроризм не сопоставим с настоящим исламом. Я хочу это подчеркнуть. И хочу сказать, что я лично дружу с многими арабами, которые из разных стран ближневосточного региона, и это благородные и прекрасные люди. Никогда нельзя всех под одну гребенку, никогда нельзя обиды на террористов, выходцев из мусульманских семей, экстраполировать это, бросая камень в веру или бросая камень в пророков. Это большой грех. Так делать нельзя. Поэтому мы вот четко должны это разделять. И когда мы идем дальше, мы действительно анализируя эту историю, можем понять, что потом в священных книгах мусульман появляются нелицеприятные отзывы о евреях. Вопрос, как это понимать? Точно. Простите, но ведь изначально, простите мою усердность, может быть, но изначально Коран, он же во многом не копирует, а является как бы переложением Торы. Ну, вы знаете, знаю, как на это посмотреть. То есть, за основу взяты Торы. Даже имена пророков просто... Коран очень мудро говорит, что мы ничего другое не говорим. Все пророки, которые были, мы их принимаем, и последним пророком является пророк Мухаммед. Коран – это книга от Всевышнего. Как и Тора – это книга от Всевышнего. Как и Евангелие, как говорят мусульманские теологи – это книга от Всевышнего. Всевышний дал разным народам одни и те же пути к Нему. Это те же самые разные пути, но ведущие к одной цели, к одному Всевышнему. Просто мы, евреи, идем путем Моисея, Мошея, путем Мусы и пророка. Мусульмане идут путем пророка Мухаммеда. Христиане идут путем Иисуса. Но все эти дороги должны вести к одному Богу. Поэтому совершенно неудивительно то, что практически основа одна и та же. И это то, что нужно подчеркивать сегодня богословам. И еврейским, и мусульманским, и христианским. У нас намного больше общего, чем то, что нас разделяет. И нельзя позволять тем, кем управляют черти, чтобы нас разделить. Вот я так скажу. Потому что, если мы посмотрим на все это, у нас одни и те же пророки, у нас одна и та же система ценностей, у нас одна и та же система сострадания, любви, помощи бедным. Что нам делить? Нам нечего делить. Нельзя политику вводить в религию. И очень важно подчеркнуть, что у многих мусульман есть, например, обида на Израиль. Но Израиль меняется каждый день. И тот Израиль, который был, например, в 1948 году, или в 1956 году, это был совершенно другой Израиль, чем сегодня. Я много раз так говорю, что Израиль становится более традиционным. Он становится менее антирелигиозным, каким он был, когда были крайне левые сионисты, с времен Бен-Гуриона и так далее. Он очень видоизменяется, он трансформируется. Нельзя жить только прошлым. Анализируя все это, да, вот мы упомянули до этого с вами, что в святые книги ислама попали слова критики о евреях. Есть один из хадисов, который любит цитировать те люди, которые говорят, что ислам – это религия, ненавидящая евреев. Я процитирую этот хадис. Хадис – это устные комментарии и истории о пророке и о будущем. Мусульмане, как и мы, верят в приход Мессии. И перед приходом Мессии должна быть битва добра со злом. И придет злой царь, мы считаем, что это будет Гок, будет последняя битва добра со злом. И есть такой хадис, в котором написано, мусульманин, каждое дерево скажет, и каждый камень, за мной прячется еврей, найди и убей его. Как это понимать? На самом деле, звучит ужасно. И я задал этот вопрос одному из известных исламских богословов России. Человеку очень мудрому, человеку грамотному, человеку мира, на самом деле. А, кстати, у нас в Талмуде написано, что одно из имен Бога – это шалом или салам, это мир. Потому что Всевышний очень любит мир. И этот человек мне сказал, ты знаешь, я тебе отвечу на этот вопрос, как комментировать этот хадис. Хадис говорит только о тех злых евреях, которые примкнут ко злу. Он, конечно, не говорит о всех евреях. Потому что из каждого народа… А почему же этот хадис не говорит о китайцах, а говорит только о евреях? Он говорит о мусульманах тоже. Что в одном из пророчеств пророка Мухаммеда, кстати, в Коране написано, что многие мусульмане сойдут с правильного пути. И многие мусульмане примкнут ко злу и будут использовать Коран в своих корыстных целях. И просто этот хадис, вот он не должен быть вырван из контекста. Он говорит о злых евреях, не дай Бог, не о всех. Далее этот богослов очень мудро мне сказал, так же, как в Торе, без комментариев нельзя брать сам кусок и понимать его, так и в Коране. Нельзя без комментариев брать эти куски из священных книг и размахивать ими как флагом. У нас тоже в Талмуде есть очень нелицеприятные куски. И если их правильно не трактовать, создается очень ужасное впечатление. Поэтому для этого нужны мудрые теологи, мудрые ученые, мудрые богословы, которые разъяснят это людям. У нас один праотец Авраам. От Авраама произошли и евреи, и арабы. И я верю в то, что мир возможен. И я верю в то, что знание – это действительно свет. И когда люди начинают понимать это все, вот смотреть на прошлое, смотреть на настоящее, они понимать будут, что у нас намного больше общего, чем то, что нас разъединяет. И я благодарен Всевышнему за то, что появляется сегодня не только в России, но и на Арабском Востоке очень много теологов, как со стороны ислама, так и со стороны иудаизма, которые начинают делать первые шаги серьезные навстречу друг другу, чтобы подчинить ту ситуацию, которая во многом основана на неправильных пониманиях, на каких-то лжемифах, на отсутствии знаний, на отсутствии диалога, на невежестве. Ведь американцы очень мудро говорят, нет ничего лучше, чем диалог. Все-таки, какой бы он ни был диалог, люди начинают обмениваться мнениями, задавать друг другу болезненные вопросы, а не додумывать сами. И я считаю, что это прекрасно, что это возникает, и я с оптимизмом смотрю в будущее. Аминь. Дорогие друзья, Равин доктор Михаил Финкель в программе «Черным по белому» и я, ее ведущий Александр Гурарье, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.